Всем привет! Вы смотрите Афишу от Истра Рэф. С вами я и ее ведущая Полина Громова. После недолгого перерыва мы снова с вами, как вы видите, с новым загарчиком. Что ж, мы продолжаем рассказывать вам о том, где лучше всего провести время быстро, и ловите новую подборку развлечений. Мы надеемся, что это лето, если еще не стало, то обязательно станет для вас самым веселым и самым незабываемым. Напоминаю, что в «Быстре» работает летний кинотеатр. На этой неделе, а именно 17 числа в 20.30, в городском парке у самолета покажут фильм «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее». В центре внимания три легендарных российских спортсмена. Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов. У каждого из них был свой путь, своя уникальная история. Вы увидите три ярких новеллы, которые расскажут о том, что осталось за кадром в спортивной хронике и как каждый из героев стал олимпийским чемпионом. Праздник ценителей джаза 19 августа в музее Новый Русалим пройдет концерт заслуженных артистов России, братьев Андрея и Михаила Ивановых. Как рождается музыка? Что такое импровизация? Можно ли видеть музыку? Есть ли у музыки характер и душа? Музыканты ответят на все эти вопросы. Вы услышите композиции на любой вкус и цвет. И классику, и отечественные шлягеры. Не пропустите МВК Новый Русалим, 19 августа, 14 минут. Помните фразу «Мы в ответе за тех, кого приручили». Все дело в том, что 18 августа весь мир отмечает День бездомных животных. И это не праздник, это повод в очередной раз задуматься о проблеме одиноких питомцев. Как правило, волонтеры и добровольцы в этот день организуют выставки, благотворительные акции, аукционы, сборы пожертвований. Инициатором установления этой даты является Международное общество прав животных. А у нас есть замечательный фонд «Котодетки», который тоже, в свою очередь, занимается оказанием помощи братьям нашим меньшим. Подробнее в нашем сюжете. Всю жизнь у меня дома были животные. Мы подбирали и котята, и кошки, и попугайчики, и хомячки. И просто в свое время нашла 8 котят, которым потребовалась помощь. И своими силами уже не удалось их вылечить. Поэтому обратилась в соцсети, к друзьям. И дальше уже пошло и поехало. И уже не остановилась на этом. И далее поняла, что это моя жизнь. Официально фонд существует 3 года. Но вот в августе месяце нам исполнилось 5 лет, как мы существуем в соцсетях, как мы спасаем животных. Также мы помогаем приютам, собираем корм, помогаем, оплачиваем стерилизацию, оплачиваем операции всевозможные. Помогаем пенсионерам, которые не могут уже содержать большое количество животных. Мы базируемся на границе Клинского и Истринского района, да, и помогаем Московской области и Москве. У нас есть собаки, кошки и даже есть два спасенных енота. Животные забраны все с улицы, да, кто-то дикий, кто-то неприученный ни к чему. То есть мы их стерилизуем, прививаем, приучаем к поводку, привлекаем к себе волонтеров, которые к нам приезжают, помогают гулять с этими животными. Это очень важно для них. Мы отдаем животных в семьи уже готовенькими, как я всегда называю уже, бери и люби. Мы всегда рады новым людям, это всегда здорово. Мы научим, мы покажем, мы расскажем, как правильно, да, есть дикие животные, которым очень нужна социализация, с которыми нужно просто посидеть и даже поговорить рядом, да. К нам всегда обращаются, пишут анкеты, заполняют анкеты волонтера, кто что может. Кто-то дизайн умеет делать, кто-то хорошо фотографирует, приезжает животных фотографировать. Наш телефон, он, к сожалению, пока не как горячая линия работает, да, но в рабочее время мы стараемся всегда рассказать, куда, как, зачем, почему. То есть пошагово дать человеку понять, как и что нужно делать, что это не страшно. И, в принципе, один человек может помочь хотя бы одному животному. Очень много случаев, именно в летний период, очень сильно много. Когда выезжают на дачи, вешайте адресники, я всегда всем говорю, вешайте адресники. Вот буквально на начале лета я нашла лабрадора, и мы не нашли его хозяев. То есть, ну, никак, то есть ни объявлений не помогли, ни в интернете мы развешивали, ничего, никто не откликнулся. Может быть, через какое-то время его найдут, но мы уже ищем ему новых хозяев, потому что мы не знаем его, к сожалению, судьбу. Сейчас есть программа ОСВВ, называется «Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в среду обитания». Агрессивные животные не выпускаются. В ушах у этих животных есть бирка. Это значит о том, что собака не опасна, и собака уже не будет сбиваться в стаи, да, и не будет вот этой агрессии, когда вот при течке, при вот гулятии, да, то есть кобели начинают между собой драться, на людей нападать, именно вот эта агрессия, именно вот из-за этого. Когда собака стерилизована, это все инстинкты пропадают. Сейчас мы будем строить, очень надеюсь, что у нас получится, и привлечь спонсоров, и с помощью государства, да, построить бесплатный центр стерилизации. Очень много безответственных людей, к сожалению, которые считают, что стерилизация – это вред для своего домашнего животного, им жалко стерилизовать, а щенков выкидывать или котят не жалко, да, то есть которые на улице и погибают, они очень мало живут на самом деле на улице, потому что они не могут добыть себе пропитание, их все гоняют, много живодеров у нас, к сожалению, отстреливают. Мы хотим построить центр стерилизации, донести до населения о том, что стерилизация – это не вредно, это полезно для животного, оно продлевает ему жизнь, оно исключает болезни рака, которые очень часто наступают у животных после 6-7 лет. Скажите, какие у вас сейчас ближайшие мероприятия запланированы? Ближайшее мероприятие замечательное в день города Истры, 25 числа, в городском парке Истра у нас будет мини-выставка животных, которых можно будет забрать домой, то есть мы привезем готовых собак, кошек, которые стерилизованы, привиты, с паспортами, приучены к лотку, приучены к этому, то есть забирай, люби, мы привезем в этот замечательный парк и расскажем о своем фонде, как нам можно помочь, можно будет с нами познакомиться, вступить в ряды волонтеров. 28 лет назад, 15 августа, ушел из жизни легендарный музыкант. Его жизнь оборвалась спонтанно, роковая автокатастрофа стала настоящей трагедией для поклонников его творчества. Виктор Цой обладатель уникального голоса, его песни до сих пор остаются популярными. У его стены на Арбате по сей день собирается огромная аудитория, чтобы почтить память своего кумира. Среди слушателей группы «Кино» немало истренцев. В ходе опроса мы выяснили, какие песни им нравятся больше всего. Вы что, хотите, чтобы я спела? Я же не Виктор Цой. Про алюминиевые огурцы, группу «Крови». Я как-то не родилась, когда он был популярен. Он был популярен. Он был популярен. Да. Группа «Крови». Ну, то есть много. Группа «Крови» на рукаве. Правда, он не в моем вкусе и не в моем уже возрасте, но личность. Вы знаете, кто такой Виктор Цой? Про алюминиевые огурцы. Группа «Крови». Потом много, я не помню. Ну, слышали про такого певца? Уже. Да. А песни какие-то знаете? Нет, откуда нам? Группа «Крови» на рукаве. Группа «Крови» там много еще. Я не помню его. Как ни крути, как ни верти, но он звезда. Ну, а это все на сегодня. Следующий выпуск «Офиши» смотрите в понедельник, 20 августа. Ну, а мы очень рассчитываем на обратную связь с вами. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы о нашей программе. Мы обязательно учтем все ваши пожелания. С вами была Полина Громова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!